Мастер вида Святой Гудулы Художник известен религиозными произведениями и портретами, выдающихся представителей церкви. Его работы иногда путают с работами других художников Антверпена и Брюсселя. Среди панно, приписываемых этому художнику, одевание ногих, освобождение заключенных, две дополнительные панели, изображающие акты милосердия. Портрет молодого человека, который включает изображение Саблонской церкви Богоматери в Брюсселе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Считается, что этот художник владел престижной мастерской, получая многочисленные заказы и нанимая большое количество помощников. Работы из его студии включают панно «Святая Екатерина и философы» и «Представление Богородицы». Книгу, которую держит молодой человек в форме сердца, вероятно, является молитвенником. Он изображен перед фасадом на церковь Святой Гудулы в Брюсселе, где священник совершает мессу. Личность этого человека неизвестна, но, возможно, он был членом Братства или гильдии Святого Агустина, символическим атрибутом которого было сердце. Возможно, это являлось правым крылом религиозного диптиха, как таковая форма книги перекликается с открытой формой двух соединенных аркообразных панелей. Субтитры подогнали Симон. 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 Картина обручения Богоматери. Церемония проходит перед фасадом Солбонской церкви Богоматери в Брюсселе. Иосиф и Мария стоят по обе стороны от священника, держась правой рукой за его палантин. Позади Иосифа неудачливые женихи с нераспустившимися тростями в руках. За Марией стоят какие-то женщины. Все фигуры одеты в современную одежду того времени. Вдалеке справа дорога в город-крепость. В начале дороги изображен квадратный колонец. Подход этого художника композиции объединяет черты работ Яна Ван Эйка и Рогира Ван дер Вейдена. В сочетании с очень выразительной манерой изображения фигур, напоминающей немецкую живопись. Его работы узнаваемы по четкости деталей. Слегка нервным штрихом в линии, подчеркивающей очертания трапировки и довольно преувеличенным лицам и жестам. Также очевиден интерес к зданиям, которые в основном выполнены в готическом стиле. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok